Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Баку бульдозерами уничтожает армянское наследие в Арцахе. 2 по 5 июня в Ереване пройдет фестиваль балета. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 1 июня встречу выступила пресс-секретарь Республики Западной Армении Арменуи Саакян, представив речь президента Республики Западной Армении Литии Маркосян. Президент подчеркнула важность знания армянского языка, призвав изучать армянский язык и проводить заседание на армянском языке и в случае необходимости переводить на другие языки. Представила подробности заседания от 27 мая. Со вступительной речью выступил председатель Национального совета Западной Армении Армена Кабрамян, подчеркнув важность второго пленарного заседания Национального собрания третьего созыва, уделив особое внимание оппозиции по ряду обсуждаемых вопросах. Пресс-секретарь представила подробности заседания, которые вела председатель Национального собрания Нелли Арутюнян. В рамках заседания Нелли Арутюнян представила депутата все вопросы, связанные с повесткой дня на 2 июня. Офис защитника прав человека Армении работает в чрезвычайном режиме с первого момента чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в Лорийской и Тавушкой области. Об этом на пресс-конференции в Алаве-Верде заявила защитник прав человека в Восточной Армении Анаит Маннасян. Я приехала в Лорийскую область, чтобы понять проблемы граждан и провести работу для их решения. С самого начала мы определили несколько сфер прав человека и регулярно общались с государственными органами, чтобы найти решение. Первая и неотложная проблема, требующая решения, это проблема безопасной воды и санитарии и исключения эпидемии. Анаит Маннасян подчеркнула важность надлежащего обеспечения прав граждан на образование в условиях чрезвычайной ситуации, обеспечение людей продуктами питания, добавив, граждане обеспечены необходимыми продуктами питания. Очень важным вопросом является вопрос права собственности граждан надлежащей компенсации. Евразия.нет пишет, Баку уничтожает армянское наследие в Арцахе бульдозерами. С осени прошлого года, когда закончилась оккупация Арцаха, Баку предпринял немедленные шаги по восстановлению значимых частей региона, явно стремясь устранить любое присутствие армянского наследия. Столица Арцаха еще в советские годы называлась Тепанакерт, но сегодня она переименована в Ханкинди. Новые спутниковые снимки показывают масштабные разрушения жилых домов армян, церквей и других культурно значимых объектов. Одно из самых радикальных изменений – разрушение целого квартала и автовазгзала в Тепанакерте. Разрушенная территория находится рядом с бывшим Арцахским государственным университетом, который теперь переименован в Арцахский университет. Еще одним крупным примером разрушения является армянская деревня Каринтак, расположена недалеко от города Шуши. По-видимому, она была полностью уничтожена бульдозером. Спутниковые снимки показывают, что личная собственность некоторых частных домов, предназначенных для сноса, была выброшена как мусор. Еще одним объектом разрушительного действия правительства Баку стали армянские церкви, кладбища и православные религиозные символы. Документально зафиксированы случаи сноса армянских культовых сооружений в Шуши и Бердзоре. Статуи и памятники, связанные с армянским наследием Арцаха, также были снесены. Снос Дании азербайджанам противоречит ноябрьскому постановлению Международного суда, что требовало от Баку, ссылаясь на обязательства по Международной конвенции о ликвидации всех морг, расфывой дискриминации и принять все необходимые меры для предотвращения и наказания акта вандализма, затрагивающих армянское культурное наследие. С 5 по 2 июня Ереван раскрасит танцевальная мозаика классического театрального искусства. На фестивале балета под открытым небом выступят Борис Эйфман, Академический театр балета Санкт-Петербурга, Тбилисский театр имени оперы и балета Палиашвили, Ереванский национальный и академический театр оперы и балета имени Спендяряна. По объему фестиваль этого года превышает в 1,5-2 раза. Мы продолжим делать ценное искусство доступным для нашего населения. Ожидается настоящий балетный фейерверк, отметил начальник управления культуры и туризма мэрии Еревана Гош Сарксян. Реализация проекта в этом году стала возможной благодаря выручке от продажи билетов во время гастролей в рамках национального балета в Англии. По словам маэстро Карена Дургаряна, этот фестиваль – важный элемент в жизни нашего города и очень важно, что он доступен нашим согражданам и совершенно бесплатный. С 2023 года балетные дни в Ереване являются одними из самых ожидаемых культурных событий. Место встречи неизменно. Парк Туманяна, начало в 20.00. В этом году зритель ждет также интересный сюрприз. Посетители насладятся событием с наибольшим комфортом. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения. И других медиаплатформ по-новому представляет различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства. Также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания. Поднять все волнующие вас вопросы, которые связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с различными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!